Привет, ребята! Меня зовут Елена Оя, и сегодня я хотела бы поговорить с вами не посредством текста на страницах своего блога, а с помощью этого видеокаста. Это видео я записываю в своей квартире на своем балконе. Здесь достаточно холодно, но, вы знаете, это бодрит. Поэтому давайте приступим к обсуждению очень интересного вопроса, который уже был заявлен. Вы знаете, о чем мы будем говорить. Мы будем пытаться вместе с вами ответить на вопрос «Что делать с ленью?». Я думаю, что вы согласитесь со мной, что ответ на этот вопрос ищет огромное количество людей каждый день в интернете. Они задают вопросы на каких-то интернет-сервисах, в мотивационных блогах, в интервью бизнес-тренером. Они пытаются отрыть ответ на этот вопрос в книгах, но почему-то снова и снова многие люди к этому вопросу возвращаются. Вероятно, они не удовлетворены ответами, которые они получают. И это неудивительно, потому что я обратила внимание, что на вот этот самый распространенный вопрос «Что делать с ленью?», «Как побороть свою лень?» Ответы какие-то на удивление единодушные, банальные и однообразные. Как правило, ты получаешь такой ответ. «Товарищ, подойди к зеркалу, посмотри на свое отражение, и ты увидишь человека, который виноват во всех твоих проблемах. Если ты не хочешь киселем растекаться по своему стулу до старости, просто подними свою попу, иди и действуй. Для того, чтобы не быть ленивым, нужно просто не быть ленивым». Но многих людей, и это совсем неудивительно, не устраивает такой ответ. Потому что я думаю, что у такой проблемы, как лень, есть огромное количество причин. Естественно, одна из них изложена Гончаровым классиком в художественной литературе, в книге, в романе под названием «Обломов». Или это повесть, я не помню точно. Кстати, читала эту книгу, если не читали, то рекомендую настоятельно. Так вот, если вы не обломов, но вы по-прежнему ленитесь и не можете найти причину своей лени, то сегодня, возможно, сегодняшнее видео поможет вам эту причину в себе обнаружить и искоренить ее раз и навсегда. Если вам это интересно, оставайтесь здесь и слушайте меня внимательно. Итак, друзья, такое понятие, как стресс, было открыто и дано было название этому понятию в первой половине 20 века. Ученым по имени Уолтер, по-моему, Кэнон, если я не ошибаюсь, этот человек стал наблюдать за людьми после того, как разразилась Первая мировая война. Естественно, мало приятного в том, что твои родственники либо вообще не возвращаются с войны, либо возвращаются с оторванными руками и ногами, когда тебе нечего кушать, когда ты не знаешь, что с тобой случится завтра. Никогда прежде мир не испытывал такого колоссального потрясения, как во времена Первой мировой войны. И после этого люди поистине поняли, что такое стресс. Это был настоящий стресс, а не те мелкие проблемы, которые человечество испытывало ранее. Поэтому этот вот ученый, он предсказал, что через несколько десятков лет стрессовое состояние будет неизменным спутником человека. Ты будешь просыпаться в этом состоянии. Ты еще ничего не сделал, только открыл глаза, и ты уже в состоянии стресса. И вы знаете, друзья, естественно, мы с вами понимаем, что сбылось вот это вот пророчество этого ученого. Мы действительно сейчас живем в такое стрессовое время, все об этом говорят. И я хочу подвести к тому, что стресс лежит в основе проблемы, которую мы с вами сейчас с вами разбираем. Отвечаем на вопрос, что делать с ленью. Итак, у человека, если вдруг для вас это открытие, если вы не знали, в мозге, вообще в организме вырабатываются такие гормоны, как серотонин и эндорфин. Эти гормоны называются гормонами счастья или гормонами благополучия. Если уровень, скажем, серотонина у вас в организме на нормальной отметке, то вы ощущаете себя спокойно. У вас высокий уровень, достаточно высокий уровень, адекватный во всяком случае, уровень самооценки, самоуважения. Вы можете ставить себе цели и достигать их. Если уровень серотонина у вас понижен, в зависимости от того, насколько он понижен, вы можете испытывать подавленность, уныние, вы можете испытывать чувство тревоги, неспособность сосредоточиться, интеллектуальную подавленность, опять-таки, когда вам сложно читать, формулировать свои мысли и так далее. Теперь, внимание, еще один момент важный. Как правило, меняется химическое состояние состава мозга у тех людей, которые мало пьют воды, поскольку организм человеческий на 80% состоит из воды, для того, чтобы обслуживать свой организм, для того, чтобы вычищать всякую пакость из клеток и заносить в клетки новые чистые минералы, витамины и всякие питательные вещества, организму необходима вода. Без воды ваш организм, клетки вашего организма похожи на печеное яблочко. С водой, соответственно, яблочко спелое, наливное. Поэтому, если человек не пьет воды вообще или пьет воду в недостаточном количестве, то со временем уровень его серотонина в мозге неуклонно уменьшается. Это первый момент. Второй момент. Если человек склонен к гиподинамии, если он мало двигается, много сидит, вяленький, не занимается спортом, то это вторая очень серьезная причина для того, чтобы уровень серотонина снизился. И если уровень вашего серотонина очень серьезно понижен, то вы не думайте, что одна плитка шоколада поможет решить вам вопрос. Потому что есть мнение о том, что шоколад помогает вырабатывать гормоны счастья и так далее. Это все хорошо, ребята, но представьте себе, если вы окажетесь в каком-то месте теоретически, где шоколад будет для вас недоступен, что вы будете тогда делать? Вода, как правило, доступна всегда, спорт доступен всегда, шоколад нет. Ну и потом он вызывает зависимость из-за какао и так далее, но это отдельная история, не важно. Так вот, запомните два момента, которые помогут вам избавиться от уныния, которое вызывает состояние лени, ленности, состояние неспособности принимать решения, неспособности что-либо делать, неспособности быть проактивной личностью. Вот эти два фактора, это вода, минимум 2-2,5 литра в день. И второй момент, это активность, это спорт, это зарядка, это фитнес, это бег, это прыжки, приседания, отжимания, плавание, ходьба пешком и так далее. Вы меня поняли. Следующий момент. Теперь для самых тяжелых пациентов, для самых запущенных случаев, если вы на протяжении полгода, допустим, серьезно гидротируете свое тело, пьете много воды, отказались или серьезно сократили потребление напитков, содержащих кофеин, которые выводят жидкость из организма. Простите, пожалуйста, кто-то включил музыку и отвлек меня. Так вот, если вы действительно, о чем я говорила, о чем я говорила, напомнит или нет? Да, если вы на протяжении полгода пьете воду, занимаетесь спортом и чувствуете, что уровень уныния вашего и вот этой вот вялости какой-то эмоциональной не повышается, тогда вы должны набраться смелости и отправиться к специалисту. Это может быть либо невропатолог, либо психиатр даже, ничего в этом страшного нет. Специалист может подобрать вам необходимые препараты, которые вы один раз, возможно, в жизни пробьете каким-то курсом, допустим, там, двух-трехмесячным или полугодовым. И забудьте навсегда, что такое вот эта вот паутина на мозге, которая мешает вам сосредоточиться. Друзья, я очень надеюсь на то, что вы услышали меня, услышали то, что я хотела до вас донести. Это действительно очень серьезно. Я могу ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. На этом я останавливаюсь в этом видео. Но я думаю, что я сделаю несколько видео, которые более подробно раскроют вот эту проблему. Итак, друзья, запомните, что у нашей лени может быть много обличий, много масок. И порой, когда человек не может сосредоточиться, не может собраться с мыслями, не может заставить себя быть эффективным, то это у него очень большая проблема может быть. Это может быть скрытая депрессия, которую он не осознает или не хочет осознавать, не хочет себе в этом признаваться. Попробуйте признаться себе в этом. Попробуйте начать заниматься спортом активно каждый день. Попробуйте начать пить воду и думать, мыслить и действовать позитивным образом. В крайнем случае направляйтесь к врачу. Я вас уверяю, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы быть проактивной личностью, я уверена, что у вас все получится и все будет здорово. Если у вас есть вопросы, можете мне их задавать, меня в интернете найти совсем не сложно. Пока и удачи вам!